На этого место встречи. Ну и возвращаемся мы вот к теме конфликта как такового. Изменит ли нынешний палестино-израильский конфликт существующий миропорядок? Давайте Ян Янович сначала. Знаете, любой конфликт что-то меняет, вопрос в степени. Я надеюсь, что каких-то глобальных изменений не будет, потому что если они будут, то мало никому не покажется. Но то, что ХАМАС, скорее всего, прекратит существование как некая политическая организация, мне кажется, довольно вероятно. Андрей Владимирович? Честно говоря, ничего не изменится. С моей точки зрения, через три недели этот конфликт уже станет частью истории. И мир вернется опять к украинской теме. Так, через три недели, Иван. Записывайте. Какая это будет дата? Через три недели? Но это, наверное, начало ноября. Я календарик посмотрю. Я просто стал записывать, Андрей Владимирович, все ваши правы. Так, Артон Валерьевич? Безусловно, изменится. Даже если не будет никакой-то глобальной эскалации, а вот все остановится на конфликте Израиля и Палестины, в любом случае открывается окно Овертона. И то, что раньше казалось недопустимым, сейчас оказывается абсолютно нормальным в нашем новом мире. Про миропорядок не знаю, но я фиксирую вот что. Люди, которые по какой-то счастливой случайности во время событий российско-украинского конфликта еще не расчехлились и не показали себя. Вот сейчас у них, конечно, это второй шанс. Вот те, от кого я совсем не ожидал, Андрей Владимирович. Например? Ну, это из общих знаков, которые во время российско-украинского конфликта занимали какую-то взвешенную позицию. Как будто вот прям вот скатушек слить. Может, они у тебя евреи, простите, господи. Может, знакомые, да? Может быть. Поэтому, значит, я вам сказал, что когда Алексей Геннадьевич тут, Тимофеев, задвигал свои мысли, я понял, какой будет финал. Я так понимаю, что вообще придется финалить много дней подряд историями о том, как важно быть спокойным. Не серьезным, как у Уайлда, а спокойным. Значит, два друга, два приятеля встречаются, говорят, привет, как дела? Да вот, решил заняться вопросом собственной безопасности. Записался в секцию каратэ. Уже две недели хожу туда, занимаюсь. Ну, и как успехи? Ну, два раза по морде дали на улице, три раза в баре. А раньше тебя часто били? Раньше ни разу. Ну, я старался избегать конфликтов. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будни эфиры НТВ. Всем доброго, до свидания.